Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников в стране. Если вам интересно, что на самом деле происходит в Турции, о чем разговаривают и судачи люди, то вам точно на этот канал. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. И в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписываемся! Очень жаркие и интересные выходные выдались в Турции, поэтому у нас такой скорый, но короткий, постараюсь быть краткой, сегодня выпуск экстренных новостей в Турции. Нелегкая ночь выдалась для граждан и полицейских в провинции Кайсере в Турции. Турки восстали против сирийских беженцев. Прошедшие ночью были погромы домов, переворачивали машины, избивали людей-сирийцев. Люди требовали выдворить иностранцев из страны. Гнев народа начался после того, как они узнали, что сирийский мигрант подверг сексуальному, сексуализированному насилию ребенка 6 лет, ребенка турецкого. Начальник провинции Кайсере Атанур Айдын обратился к протестующим. В общем, он сказал, цитата, «Я обещаю вам всем, все виды процедур в отношении этого человека и его семьи будут выполнены нашим государством, включая депортацию. Через неделю я снова приеду к вам сюда, в этот район, расскажу лично всех деталей по поводу этого инцидента. Мы покажем вам свою реакцию, мы вас услышали и поняли». Протестующих разгоняли водометами, уговаривали полицейскими, про арест заявлений никаких не было. Были зафиксированы кадры того, как буквально мужчина-турок бульдозером давил машины сирийцев. Поджигали дома, сгорело порядка нескольких магазинов, которые принадлежали гражданам Сирии. Вообще вся эта история началась после заката солнца, примерно там 8 вечера по местному времени. В Стамбуле здесь просто весь интернет взрывался, кишил этими новостями. Твиттер, Инстаграм, везде были видео, все это. Это была очень яркая новость. Официальные гос.СМИ молчали обо всем примерно до часу ночи. Никаких оповещений, экстренных включений, прямых эфиров, каналов новостей не проводилось. Попозже, уже глубокой ночью, примерно в 2 часа ночи, начались трансляции, но такие немногочисленные. На самом месте в Кайсере, я хочу отметить, что там начались практически сразу были слышны лозунги противоправительственные. Лозунги такие, как «Эрдогана в отставку», «Эрдоган уходи» или «Прокемалистские» фразы и цитаты от Ататюрка. Напомню о том, что недавние муниципальные выборы, когда выбирали мэров и руководство Кайсере, это 80 с лишним процентов территория выиграла АКПАРТИ. То есть, пропрезидентские избиратели находятся на этой территории, а не за президента. Но подобная история, подобный ЧП-инцидент, который всполыхнул просто весь этот округ вчера, полицейские сначала уговаривали протестующих, затем применяли спецсредства, водометы. Ничего не помогало. Опять же, повторюсь, о задержании кого-либо из атакующих, протестующих никаких не было на данный момент. Что касаемо самого иммигранта сирийского, его задержали практически сразу, но это никак не помогло, не остановило народные протесты. Я просто скажу, просто в 8 вечера все люди вышли из домов в Кайсере и активные, да, я имею в виду не все совсем, но активные люди возмущенные. И они шли просто по городу и громили все, что принадлежало сирийцам, какой-то бизнес, избивали людей, поджигали дома, громсали имущество и так далее. Хочу отметить, что эти нападки в сторону мигрантов сирийских, потому что и здесь местные граждане выделяют как бы в отдельную категорию. Если мы немножко поразбираемся внутренней ситуации, почему были противополитические именно сторонники Акпартии, кричали о том, что Эрдогана в отставку. Не забудем, что когда были президентские выборы и выборы сейчас муниципальные, очень много именно сирийских мигрантов за последние годы получили паспорта, они стали гражданами. Поэтому это произошло при власти, действующей сейчас Акпартии. И, соответственно, люди этим недовольны. Если бы эти люди, сирийцы, мигранты, не был этот поток мигрантов, не принимала бы их Турция, не раздавала бы им гражданство и паспорта, по которым они голосовали за ведущую партию, в частности за Эрдоганом, год назад на выборах президентских, то, скорее всего, ситуации, которая сложилась бы, не было. Соответственно, оттуда у нас и полезли, оттуда растут ноги, уши у вот этих перемешки политики и возмущений погромов, которые вчера были. Но Турция горела в прямом смысле тоже не в переносном. Самые лесные пожары просто захлестнули, курорты, горел Измир, Кушадасы, Лара, Айден, в общем, очень много туристических мест. И в основном пожары были с субботы на воскресенье. И вот за субботнюю ночь сгорело более 50 гектаров лесов и погибло очень много животных. В некоторых случаях камерами зафиксировано, что пожары начинались по неосторожности людей, брошенным окурком, как, например, загорелся лес в пригороде Чешме. Напомню, что лесные пожары – это, конечно же, бич летнего сухого сезона. А в этом году экстремальная жара началась раньше. Такая погода обычно в Турции в июле происходит. Но в этом году в июне месяце. Очень много сухой травы, много воскараний. Я, опять же, повторюсь, по неосторожности граждан и людей. Также вчера в городе Турбалы, это Измир, взрыв произошел в пекарне. Она находилась на первом этаже жилого дома. И взрыв произошел в баллонах газа. Ну, во время работы, скорее всего, пока что это не уточнялось. Взрыв был такой силой, что сразу на месте погибло около пяти человек. Ну, пять, но очень много людей в тяжелом состоянии сейчас находятся в больнице с ожогами. И неизвестно, увеличится ли это число пять человек или нет. В общей сложности госпитализированы, обратились за помощью пострадавших от этого взрыва больше шестидесяти человек. Просто в один момент. Также здесь будет расследование, оно уже открыто. Уголовная ответственность будет выясняться, нарушена ли техника безопасности, эксплуатации газа. Ну, вот такое пекарня, производство, это очень популярная, скажем так, история здесь в Турции. На первых этажах жилых помещений, обычных домов, очень расположены часто магазины, супермаркеты, пекарни, кафе. Там, пастане, заведения, где десерты готовят и так далее. То есть, какое-то производство, где используется газ или там открытый огонь и так далее. В общем, это опасная, конечно же, всегда история. Но вот вчера это настолько было в обед. Как бы Турция вчера просто вся полыхала. Прошлые ночи в субботу у нас там пожары все это утром обсуждают. В обед взрывается этот газ в Измире. Сразу погибших 5 человек, 60 обгоревших, пострадавших. Вечером эти протесты в Кайсере всполыхнули. То есть, Турция вообще все эти воскресенья, все турки проявили в соцсетях, скролляя ленту свою, проверяя новости и обсуждая все это. Также вчера в Турции застрял самолет израильской авиакомпании «Эль-Ал». По данным СМИ, израильский пассажирский авиалайнер совершил вынужденную посадку в Турции, в Анталии для дозаправки. Но Турция, в свою очередь, сказала, что не будет дозаправлять самолет авиакомпании, потому что это Израиль. И пассажирам даже не разрешили покинуть самолет. Что на данный момент с этим рейсом, как решилась ситуация, пока что в СМИ информации никакой нет. Также в воскресенье 30 июня в Стамбуле на площади Таксим планировали проведение ЛГБТ-шествия гей-прайда гордости. Организовали его нелегально через сообщение призыва в социальных сетях среди людей. И в ответ на это губернатор Стамбула Гюль заявил, что данное мероприятие не санкционировано, не получило разрешения от властей. В связи с этим вчера с воскресенья с 8 утра уже была оцеплена площадь Таксим перекрыта, монумент республики, истекляли также парки, улицы были закрыты для проезда транспорта. Пешеходное движение осуществлялось, конечно же, под строгим наблюдением полицейских. И заявление губернаторства отмечалось, что при любой попытке провести гей-прайд будет пресечено, все это будет административная ответственность. Но удивительный поворот произошел, прайд провели, шествие было, но мэрия района Бешикташ, это центр по Стамбул, поддержала парад и вывесила на своем здании администрации района Бешикташ в центре Стамбула радужный флаг в поддержку. Напомню, что это госучреждения функционирующие. Ну и вообще было 5 задержанных, арестованных по административному наказанию. Вчера также в Босфоре возле района Ещель-Кюэй на мел сел российский танкер, он называется Леди Яна, перевозил из России в Тунис груз пшеницы, и об этом сообщала СИННТУ. Проходили спасательные работы, эвакуировали сам вот этот танкер, он сел на мель. Больше новостей по этой теме не было, но новости, связанные с Россией и с россиянами, конечно же, последние дни тоже у нас дали жару. 200 россиян застряли в аэропорту Анталии из-за технических проблем самолета, на котором они должны были вылететь. Два взрослых ребенок потеряли сознание из-за жары, так как в самолете не работали кондиционеры. Они просидели несколько, много часов в некондиционируемом помещении. Это был Боинг-компания Азур-Эйр, он должен был вылететь из Анталии в Москву в 7 утра, но вылет откладывали каждый час, переносили, и люди находились на анталийской жаре, сейчас на солнце в районе 40-50 градусов, в некондиционируемом самолете. Но позже, когда была техническая неполадка самого самолета устранена, рейс вылетел, направился в Москву по своему маршруту. Также про Россию. Россиянка погибла в автокатастрофе в Турции на прошедших выходных. Произошло ДТП с участием автобуса. Водитель выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя автомобилями. Раненые были доставлены в государственную больницу города Селивке и частную больницу, все, что в округе районе есть, заняли эти больницы. Но в чем деталь? Автобус перевозил работников, строящих АЭС АКУЮ, и на трассе Мерсин-Анталья два человека в итоге этой катастрофы погибли, а 35 были ранены. Вот среди погибших была россиянка, 38 лет от роду, фамилия ее была Исмаилова. Ну и с позитивных новостей под конец у нас Сирия и Турция начинают диалог по налаживанию своих отношений. Встреча будет в Багдаде. Багдад станет местом проведения переговоров, и цель этого нормализация двухсторонних отношений, налаживание диалога между государствами. И по данным СМИ, которые публиковали, сирийско-турецкая встреча, она станет началом длительного переговорного процесса, который, как ожидается, переведет к какому-то политическому взаимопониманию, диалогу, договоренностям, которые нужно сделать по обстановке по граничных районах. Не забудем, что Турция в последние полтора года, последние несколько месяцев очень активно работает и усиливает свои войска на границах с Сирией, с Ираком, с Ираном, всей той южной части страны. Обстановка там такая напряженная. Вообще ходят слухи о том, что Эрдоган готовится к какой-то большой войне, возможно, восточной войне, потому что очень увеличился бюджет на 24-й год оборонной промышленности, поэтому все в напряжении и в ожидании. Вот эти позитивные настройные переговоры, на договоренности, какая-то дипломатия между Турцией и Сирией, конечно бы, сейчас не помешало разрядить эту напряженную обстановку по поводу военной ситуации, скажем так, напряженности между этими странами. Ну и напоследок, давайте закончим все-таки на позитиве, я вам покажу видео. Мужчина, владелец мясной лавки, кормит кошку уличную кусками мяса, кормит ее на регулярной основе, потому что это мать, которая несет это мясо, не съедает, сама заботится о своих котятах, о своих уличных детях брошенных, она забирает это мясо и несет своим деткам, кормит их. Вот такая вот у нас милота напоследок, разгрузить напряженку в наших новостях. Это были новости о том, чем живет Турция последние два дня, что обсуждают здесь турки. Напишите в комментариях, какая новость вам понравилась больше, дала вам отклик, что вы вообще думаете о озвученном здесь видео. Встретимся в следующем выпуске новостей. До новых встреч, скоро увидимся. Всем пока в телеграм-канал, в инфобоксе. Обязательно подписывайтесь и будете первыми в курсе самых важных новостей Турции. Всем пока!